Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Убить миссис Тингл». Приятного просмотра! Главная героиня Ли Энн – лучшая ученица школы, мечтающая стать писательницей. Девочка воспитана матерью-одиночкой, которая постоянно пропадает на работе. Ей необходимо получать максимально высокие оценки, чтобы поступить в колледж на бюджет. И, наконец-то, выбраться из этой дыры, ну, то есть её родного городка. Скоро выпускной, терять уже нечего. Поэтому её подруга Джо Лин признаётся школьному раздолбаю Люку в том, что влюблена в него с третьего класса. В коридоре, как от чумы, старшеклассники шарахаются от миссис Тингл, учительницы истории. Строит она и других учителей, и даже директора. Сегодня она оценивает проекты, подготовленные учениками. Выступление Джо Лин, которая мечтает стать актрисой и примерила на себе образ Мэрилин Монро, она назвала бездарным и усадила её на место. Другой школяр изготовил настоящий боевой арбалет и случайным выстрелом чуть не отправляет на тот свет одну из учениц. Оружие отобрано, а очередной ученик опущен. На стул. Люк презентовал камень, который только что нашёл на школьном дворе. Тингл сравнивает юношу с его отцом-неудачником. Пришло время выступить с докладом Ильен. Для него девушка изучила 360 письменных исторических источников, посвящённых невинно осуждённой салемской ведьме. Но разве для стервы-учительницы столь кропотливая работа – это причина не заваливать лучшую ученицу школы и не ставить крест на её будущем? Притом, именно от этой оценки зависит, будет ли девушка произносить речь на выпускном. Данное право гарантирует студентке получение стипендии. Но пока она лишь на втором месте. Её опережает язвительная жополиска Труди Такер. Лиэн оказывает моральную поддержку Зауч и её рыжеволосая подружка. Пока девчонки готовятся к экзамену на полу спортзала, к ним подваливает Люк с пивасиком. И достаёт из-за пазухи копию выпускного экзамена по истории, который он спер у учительницы. И зачем-то пихает его в сумку Лиэн. Заговорщиков застаёт сама Мисс Тингл. И что самое ужасное, находит и злосчастную копию. Тут же рассказать обо всём директору не удаётся. Встреча с ним должна состояться уже завтра утром. Ночью вся троица приходит к дому училки. Друзья хотят выгородить Лиэн и объяснить, что она ни в чём не виновата. Джолин звонит в дверь. Ей открывает дама с собачкой. Девушка использует максимум своих актёрских способностей. Глаза мокрые от слёз. А в её рассказе больную маму замучил Тромб. Который из ноги качует то в мозг, то в сердце. В общем, экзамен она украла для мамы, чтобы она дожила до выпуска дочери. Жалкий спектакль. Следующий к двери подошла Лиэн. И она настроена серьёзно. Но подуги девушки оправдаться только забавляют Мегеру. Тогда в дом врывается люк и признаётся в краже экзамена. Ну а когда на неё начинают давить все три подростка, женщина нервничает и угрожает вызвать полицию. Сделать это ей не позволяет люк, направивший на неё арбалет. Но Тингл тёртый калач и, врезав ему по лицу, арбалет отбирает. Правда, во время завязавшейся борьбы оружие оказывается в руках рыженькой. И таки срабатывает. Раненая училка падает и отправляется в нокаут. Ситуация вышла из-под контроля. Ребята в панике. Убить миссис Тингл или оставить всё, как есть, не вариант. Её относят наверх в спальню. Рана обработана. Учительница связана. А люк предлагает поджечь дом. Лиэн временно покидает место преступления, чтобы проведать мать. Любительницу заснуть с зажжённой сигаретой. Девушка ей врёт, что с докладом всё в порядке, и она теперь лучшая в классе. Два других школьника устроились у кровати миссис Тингл. Придя в себя, хитрая женщина начала умолять вызвать ей врача. Скорчив жалостную мину, она уверяет рыжую, что это был всего лишь несчастный случай, и она на них не в обиде. Когда обе руки были освобождены, тётка вцепилась в шею доверчивой девочки с железной хваткой. Она не знала, что люк также находится в комнате. Опасность быть застреленной охладила её пыл. На этот раз манипуляторше ещё и кляп в рот засунули. Но на месте её глаза, и она подмечает, как рыжая поцеловала Патлатова. Наступило утро. В дом миссис Тингл вернулась Лиэн. Люк нашёл общий язык с собачкой, а Джолин готовится к новому выступлению. Девушка взяла на себя роль заложницы и сообщила секретарше, что она приболела и несколько дней не сможет выходить на работу. Пришло время завтрака и серьёзного разговора. Взяв в руки нож, для того, чтобы намазать тост, Лиэн предлагает обо всём забыть. Но троица в очередной раз оказалась высмеяна. Отличница отправляется в школу, а Люк не захотел оставаться с рыженькой и увязался за Лиэн. На уроке здоровьем училки озаботилась только под Лиза Труди. Джолин мается, у Тингл даже телевизора нет. И она решает разыграть перед ней сцену из фильма «Экзорцист». Лиэн изучает криминальный кодекс, чтобы понять, что им грозит. А Люк извиняется за то, что так жёстко её подставил. Приняв таблетку от головы, коварная ведьма снова начинает свою игру. По её словам, рыжая всегда будет вторым номером после всезнайки. Но главное, та собирается забрать себе Люка. И ей таки удалось посеять зерно сомнений. Люк придумал сделать компрометирующие фотографии с ним и миссис Тингл. И с их помощью шантажировать её. Их план заложница подслушивает через вентиляцию. Лиэн заходит в кабинет исторички и находит свой доклад, который та оценила лишь на «Ц». И тем самым похоронила будущие девушки. Люк кормит женщину картохой и бургером, а сам глушит вино. Манипуляторша принялась обрабатывать юнца и завела разговор о Лиэн. Наивный дурачок признался, что однажды переспал с ней, когда та была пьяна. Пришло время фотосессии. Люк уже начал раздеваться. Но тут к дому с букетиком на велосипеде подкатил физрук. Причём он прекрасно знает, где лежит запасной ключ. Тренер Уэнчел уже почти зашёл в комнату со связанной женщиной. Но Джо Лин снова мастерски подделав голос, его не пустила. Но это же я, Шалун. Я соскучился по моей горячей мамочке. Изобразив кашель, девушка просит его свалить. Но... Я соскучился по моим грудочкам. Любовничек добивается своего и отправляется ждать своей грудочки вниз. Одевшись и надушившись как училка, актриса спускается за ним. У Джо Лин созрел план напоить его и сфотографировать Стингл. Она попросила Лысого закрыть глаза, а затем и вовсе ему их завязала. Начав его спаивать, ребята выяснили, что мужик крайне устойчив к алкоголю. Поэтому накачка продолжалась до глубокой ночи. Неожиданно Люк попадает в тиски Шалуна и тот начинает лобызать его волосатую руку. Шлепки по лысине его раззадорили. И засосав пацана, физрук наконец-то вырубился. Молодёжь принялась его раздевать и укладывать рядом с историчкой. Дело в том, что мистер Уэнчел женат и скандала избежать не удастся. На секунду мужик очнулся и тут же улёгся на свои любимые грудочки. Не делай этого, Лиэн. Ты разрушишь его жизнь. Фотографии для шантажа сделаны. Шалуна выдворяют из дома, а Рыжая возмущена, что Лиэн и Люк постоянно остаются вдвоём. Оставив физрука на пороге его жилища, Лиэн засмотрелась на его ничего не подозревающую жену. На этот раз непробиваемая женщина по-настоящему расстроилась. Она признаётся Джолин, что любит мистера Уэнчела, а также, что муж её бросил. Мол, якобы он изменил ей с её лучшей подругой. Это так похоже на то, что может ожидать рыженькую актрису. Тингл врёт ей, что её друзья тайно встречаются уже два года. Также она воспользовалась и рассказом Люка. На этот раз хитрюга попала в самую цель и довела девушку до слёз. В это время ребята отдали плёнку на проявку. А когда они вернулись, Джолин на месте уже не было. Похоже, ей надоело быть твоим прихвостным. Лиэн приходит к выводу, что учительница хочет разрушить её жизнь из зависти. Ведь она сама никогда не покидала этот замшелый городишко и просто презирает нынешнее поколение. Но мисс Тингл морально уничтожает девушку и утверждает, что она всю жизнь живёт в страхе. В страхе получить плохую оценку, не поступить в колледж и остаться в городке с матерью-официанткой. А ещё она боится парней и их семени. Потому что если она родит ребёнка, то он окончательно угробит её жизнь. Последний пункт девушка решает опровергнуть и тут же отдаётся Люку. Мисс Тингл слышит потрохушки, бесится и даже повреждает кровать. После совокупления голубки исправляют оценки Лиэн и Труди Такер в журнале исторички. Утром Лиэн идёт в школу и возвращает журнал с оценками. На уроке истории Джолин её игнорирует. Ну а когда Труди Такер видит свою оценку за проект, то просто взрывается. Она никогда в жизни не получала четвёрку. Весёлый и удовлетворённый Люк заходит с завтраком к любимому учителю и тут же получает по голове. Освободившаяся учительница по телефону рассказывает секретарше, что оценки в журнале были исправлены. Всё летит под откос. А тут ещё Лиэн признаётся подруге, что переспала с Люком. Рыжая больше не намерена ей помогать. Отличница возвращается в дом и находит Люка на месте миссис Тингл. Внизу она встретила и саму хозяйку дома, которая успела позвонить директору и попросить его приехать. Злая и порядком уставшая женщина направила на ученицу арбалет. Она намерена устроить скандал на весь город. На пороге с фотографиями появляется Джолин и принимает сторону Тингл, так как не намерена идти на дно вместе с бывшей подругой. Но неожиданно выхватывает арбалет. Не говорите, что я плохая актриса. Однако оказалось, что арбалет не заряжен. Училка начала избивать Лиэн, но в итоге свалилась с лестницы и не двигается. Женщина мертва? Конечно же нет. Она снова хватает девушку за горло, а затем арбалет и заряжает его. Стрела, выпущенная в сторону двери, нашла свою цель. Училка подстрелила свою любимую подхалимку Труди Такер. Подъехавшему директору шокированная женщина признается, что это она выстрелила. Однако попасть хотела в Лиэн. Неожиданно Труди Такер восстала. Ты? Четыре? Я так не думаю. Директор вызывает полицию и увольняет ненавистную коллегу. А Лиэн произносит речь на выпускном. И да, ребята за свою выходку не получили никакого наказания. Продолжение следует...